Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Неби, Своего веки веков! Аминь! Веков Аминь! Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители! 20 января, на следующий день после Крещения Господня, празднуется Собор Претечи и Крестителя Господня Иоанна. По православной традиции, на следующий день после Великих Господских и Богорочных праздников Церковь вспоминает тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию. Так, на следующий день после Крещения Церковь вспоминает Крестителя Господня Иоанна, который возложил свою руку на главу Спасителя. Претечи и Креститель Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового Завета. Этот день называется Собором, потому что первые христиане в этот день собирались в храме, где совершали память с похвалою Претечи и Крестителю Господню Иоанну, который крестил Господа нашего Иисуса Христа. Своей благочестивой жизнью он сподобился быть Претечью и Крестителем Творца Неба и Земли. Из Священного Писания мы знаем, что Иоанн родился чудесным образом по молитве престарелых Захарий и Елизаветы. Они вымолили себе дитя, которому суждено было предуготовить пришествие в мир Спасителя. Во время избиения иродом вифлиянских младенцев Иоанн был сокрыт в пустыне, где пребывал до 30-летнего возраста, когда ему был глаз Божий, который повелел ему выступить с проповедью покаяния через крещение в реке Иордан. Народ крестился, исповедуя свои согрешения. Иоанн Претеча проповедовал, говоря, «Покайтесь, приблизилось Царствие Божие и веруйте в грядущего Мессию». Целью его проповеди и крещения было явить народу Христа Спасителя. Поэтому нынешнее Евангелие говорит нам о том, что когда Иоанн увидел приближающегося Иисуса, то он сказал народу, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Иоанн Претеча называет Иисуса Христа Агнцем, прообразом которого является Ветхозаветный Агнец. В этих нескольких словах в сущности заключается целая проповедь, которая раскрывается в Евангелии. Все иудеи ждали пришествия Спасителя, но ждали его, как земного царя. Один только Иоанн указывает народу истинный образ Спасителя, который пришел взять на себя грехи мира и пострадать за них. Подобно древним пророкам он видит в Иисусе Христе царя и вместе страдальца, владыку мира и вместе искупителя мира своей кровью. Об окончании жизненного пути Иоанна Претеча мы знаем из Священного Писания Нового Завета. Царь Ирод посадил пророка Божия в темницу, а после обезглавил его за обличительные речи. Как и у многих святых, у Иоанна Претеча был сложный и скорбный жизненный путь, но великая награда на небесах. Он стал другом Божиим, который соединил в себе Ветхий и Новый Завет. Обличительные речи святого относятся не только к его современникам, но и к каждому человеку, стремящемуся достичь Царствия Божия. Он призывает принести достойные плоды покаяния, которые заключаются в смиренном состоянии сердца, стремящемся творить дела милосердия. В честь Иоанна Крестителя воздвигаются храмы, строятся обители, люди глубоко почитают святого и обращаются за помощью христианам по всему миру. Недавно в нашем городе, дорогие братья и сестры, была открыта часовня, освященная в честь пророка Божия Иоанна. Поздравляю всех, дорогие братья и сестры, с Днем памяти Собора Претечи и Крестителя Господня Иоанна. Желаю всем помощи Божией. Храни вас всех, Господь. Спаси Господи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, великий с твоего веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, великий с твоего веков. Аминь.